В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня Роман Крупнов, врач-офтальмолог больницы «Симашка». Здравствуйте, Роман! Добрый день! Ну, а говорить мы сегодня будем не о медицине. Я знаю, что у вас есть очень интересное хобби, вы путешественник. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем вы занимаетесь. Ну, занимаемся мы спортивным туризмом. Данный вид увлечений как бы появился уже давно, больше 20 лет назад, когда я впервые пришел в университет в 95-м году. Вот, и там попал в ряды туристического клуба «Телиус». То есть в Лизанском университете есть такой клуб, который занимается... Спортивным туризмом. Куда может прийти абсолютно любой учащийся, как самого университета медицинского, так и из любого другого вуза. Сколько участников у этого клуба? Ой, ну, тут год на год не приходится. Ну, вот сейчас насчитывается порядка 30 человек, 40, кто активно занимается путешествиями, походами. Сейчас планируем поход в Карелию в начале августа. Большой коллектив у нас идет, порядка 18 человек. И вы активно к нему готовитесь, наверное? Мы уже готовимся месяца два, да, активно, свободное от работы времени. В чем заключается ваше занятие в клубе? Это теоретическая база, либо вы выходите в походы? Чем вы занимаетесь? Нет, ну, у меня стаж уже занятый туризмом большой, поэтому тут, смотря на то, на каком уровне находится, те, кто впервые приходят в клуб, действительно надо получить и теоретическую подготовку. Практика, она получается в процессе действительно туристических походов, каких-то однодневных выездов в лес, участие в соревнованиях, которые проводятся у нас в Рязанской области, вот, где участники учатся, наукам, которые они применяют непосредственно уже в естественной среде при прохождении маршрутов. Вот, по вашему мнению, насколько сейчас популярен в Рязани данный вид спорта? Хотелось бы, чтобы он был еще более популярен, вот, но, к сожалению, это мое такое мнение, мне приходится констатировать, что несколько популярность, она немножко снизилась по сравнению с тем, что было раньше, вот. Раньше это был более массовый вид спорта. А с чем связана потеря интереса? Мне кажется, ну, сложно здесь сказать, во-первых, появилось больше гораздо каких-то других экстремальных направлений, это и, как касается, как летних, так и зимних видов спорта, велосипеды, горные какие-то виды, скалолазания, то есть, каждый, в принципе, выбирает для себя, но, тем не менее, остается большое количество участников. Мы, в данном случае, занимаемся водным туризмом. Что такое водный туризм? Ну, это сплав по рекам с преодолением тех или иных препятствий, вот, различные категории сложностей. Сколько человек уйдет в поход в Карелию, который вы сейчас готовите? Сейчас у нас большой достаточный коллектив. В этом году, можно сказать, наплыв, чем мы очень рады, людей, которым это интересно. 18 человек у нас идет. Как правило, средняя туристическая группа, она составляет от 6 до 12 человек. Это такой средний коллектив. Ну, каким-то золотым стандартом является наличие в группе порядка 3-4 судов, соответственно, с количеством участников от 6 до 12 человек, что позволяет безопасно проходить маршрут в определенные, ну, в те сроки, в которые необходимо его пройти. Может быть, какие-то трудности, с которыми вы столкнетесь, вы уже их знаете. Это что, коллектив? Либо это конкретный спорт? На данный момент это трудности организационного характера, поскольку большое количество участников впервые идут в поход подобного рода. То есть, большинство участников, они были только на первой категории. Сейчас это маршрут второй категории сложности. Ребята впервые видят, что такое пороги. Придется приходить препятствия, как их проходить. То есть, маршрут не столько, чтобы преодолеть себя, а больше ставится цель как-то учебная, чтобы ребята переняли какие-то навыки, традиции походов, чтобы в дальнейшем вести за собой. Вот эти 18 человек, это студенты медицинского университета? Большая часть, да, студентов медуниверситета, тем не менее, есть. И уже люди, которые окончены университеты, и из других вузов. Каков примерный возраст участников похода? Ой, возраст у нас, ну вот сейчас от 18 до 48 лет. Вот вы сказали, что вы уже 20 лет занимаетесь этим видом спорта. Вот расскажите, что это для вас, почему вы ему не изменяете? Для меня это большой достаточно промежуток жизни, отрезок. И практически каждый год, ну да, совершали от одного до трех спортивных путешествий. То есть на данный момент я тут пришлось посчитать, сколько совершили, но в итоге насчиталось 44 похода за 20 лет. Ну а что вы любите в походах? Природу, либо драйв от этих сплавов, переходов? Ну, драйв. Больше нравится командная работа, то, как коллектив взаимодействует, преодолевает, естественно, препятствия. На любом маршруте от первой до шестой категории есть те или иные препятствия. То есть все они по-своему как бы хороши, смотря какие цели ставятся в конкретном маршруте. Расскажете, как совмещаете работу? Замечательно, замечательно получается совмещать. Ничем работа не мешает, наоборот, способствует. У себя в учреждении в больнице Симашка мы вот в начале июня тоже совершили такой взрослый детский поход. По реке Пара всем очень понравилось. Шесть детей было, двенадцать взрослых, ну, родители, соответственно. И сколько дней? Четыре дня. Есть определенные нормативы, которых стараемся придерживаться. Ну, поход первой категории, он подразумевает четыре дня маршрут. Что в себе еще совмещает у данного вида спорта? Приходится ли вам как-то поддерживать себя в физической форме? Необходимо бегать там, либо качаться в тренажерном зале? Ну, понятно, что надо иметь определенный уровень физического развития. И, в принципе, чем выше ты поднимаешься по определенной категории, скажем так, или готовишься, ну, приходится так или иначе проводить ту или иную подготовку. Здесь это и тренажерный зал, кто-то занимается фитнесом. Ну, а так все в целом ведут активный образ жизни. Велосипеды зимой, лыжи беговые и горные. То есть, кто насколько может себе что позволить. Ну, в целом, касаемо еще подготовки конкретно маршрута. То есть, если планируется пешая часть, то, значит, тренируемся пешком. Но, поскольку, в целом, поход он водный и подразумевает преодоление препятствий, которые непосредственно на воде расположены, на это пороги, то требуется определенная техническая подготовность. Поэтому достаточно часто приходится прибегать к тренировкам конкретно в экипажах. Ну, вы знаете, сколько еще таких подобных клубов в Рязани? Да, вы общаетесь? Есть у нас, конечно, да. Мы все друг друга знаем. Есть клубы и при университетах, есть некоммерческие, скажем так, организации, или люди, на которых мы равнялись в свое время, какие-то команды. Вот Рязань очень сильный город в плане водных путешественников. А экипировка, лодки, вот откуда вы все это берете? Приобретаем за счет собственных средств. Ну, в данный момент клубу, к примеру, оказывает большое содействие ректору университета Роман Калинин. Поэтому какая-то небольшая часть снаряжения, то, что необходимо в первую очередь, потому что снаряжение действительно дорогостоящее, приобретается за счет университета. Ну, это пошло буквально в недавнее время. Расскажите о спортивных достижениях, которые вы уже можете... Ну, что касается достижений, команды клуба неоднократно становились с 99-го года призерами чемпионата Рязанской области по водному туризму, занимая призовые места с первого по третье. В 2014 году мне посчастливилось участвовать в составе сборной команды «Рязань-Москва» в Индии, где по результатам, скажем так, чемпионата России мы заняли призовое первое место. В том году мы тоже участвовали в чемпионате России. У нас было два путешествия по Грузии. Это был весенний поход и летний поход. Соответственно, на чемпионате России мы заняли седьмое место, а на Кубке России четвертое. Этой весной, этой весной сейчас вот тоже совершили поход в Грузию. Сейчас готовится отчет, который тоже собираемся подавать. Мы посмотрим, какие результаты будут достигнуты. Вот эти зрители посмотрят наши программы, возможно, захотят стать участниками вашего клуба. Что нужно для этого сделать будет? Есть сайт медуниверситета, где написаны координаты турклуба «Телес». Есть организаторы, ну, в данном случае, там не мои координаты, а координаты тех ребят, которые являются действительными руководителями. Но в итоге все равно все это замыкается на конкретных людей. Спасибо вам за беседу. Мы желаем вам побед в ваших соревнованиях, хорошего вам, удачного похода. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас сегодня Роман Крупнов, врач-офтальмолог Рязанской больницы «Семашка». Спасибо вам за внимание. До новых встреч в эфире. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин